Друзья, если вы это сейчас видите, то внизу, наверняка мы, надеюсь, зарегистрировались на Патреоне, там можно будет сделать это, донейшн на донейшн, на наш подкаст, короче. Если что, поддерживайте, внизу ссылка, просто там заходите, разбирайтесь, дай Бог вам здоровья. Это вновь Рома, это Дима, это Сережа. Седьмой? Седьмой выпуск. Седьмой выпуск, друзья, мы тут задумались, что уже за два месяца мы сделали на 8 часов контент. ТОПОВОГО КОНТЕНТА, я бы так сказал. Из этого контента можно вырезать, как я 898 раз говорю слово «короче». Да, 749 блядь. Да, ну это больше тысяч, наверное, блядь. Ну, не знаю. Тысячи блядей. Тысячи блядей! Я как будто представляю, когда здесь все откроется. Тысячи блядей все поют. Не, а я представляю, как будто я открываю в Дом 2 вход вот так вот. И тысячи блядей там сидят. А там их всего 16. А, точно. Ну, мы нарожаем у нас тут любовь. Блядь, интересно, у них в Дом 2 поменялся трек вообще? Да, они уже не включают его. Они перебивку используют. 16 добрых, добрых. Ну, а да, они используют изначальную перебивку. Вот и все. А, вот единственное, что они оставили. С нами Ксения Собчак и Ксюша Абара, и Ольга Бузова. И Латкодони. И Латкодони? Латкодони, да. Он же, типа, он прям ведущий или он просто участник? Нет, он ведет. Чисто ведет. Чисто ведет только. Это магия, брата. Ладос, красава, бля, уважаю. Да, он это предвидел еще на битве экстрасера. Да кого он предвидел? Ну, он что думаете, до финала не дошел? Он съебался, он говорит, у меня мое будущее уже все сколочено. Блядь, если бы он был, типа, ясновидящим, он бы, типа, не родился. Он бы, там, заморочился в утробе, выкидыш бы организовал. Что, ебать, меня будут звать Влад Кадони, бля. Не организовал выкидыш, это вот сейчас для современных event этих всяких организаций, которые организовывают больше нехуй. Нам надо организовать выкидыш. Сейчас же можно просто расслабьтесь и выкиньте все из головы. Разводы нельзя, пацаны, выкидыши тоже нельзя. Выкидыши. Выкидыши тоже. Нет, чисто смерть. Да, чисто смерть можно зарегистрировать в МФЦ. Да, только смерть. Я представляю, в МФЦ такая ходит бабка седая в черном баллоне. Вам чего? Бля, интересно, в этом году кого-нибудь похоронят, короче, под музычку вот эту. Тунструдо, Тунструдо, Тунструдо. Какого-нибудь ТикТокера. Малый бизнес, малый бизнес под этим. Ха-ха-ха, похоронят меня. Слышал, слышал. Короче, вот интересная тема. Тунструдо, Тунструдо. Мы сейчас находимся в интересном месте и тема следующая. Короче, что будет происходить? Ну, это такое вот у нас, как это сказать? Ну, вообще, типа, давайте поговорим про ситуацию и подумаем, как это можно... Проанализируем, что будет происходить после коронавируса вообще в целом с бизнесом. Ну, пизда, бизнесу пизда сейчас в основном, в общем и целом. Все позакрывались. Рестораны перешли на доставку. Ну, это... Ну, сколько они отбивают? Ни сколько. Вообще копейки, да? Что очень мало. Во основном, многие рекламируют, короче. Мне кажется, они отбивают продукты, которые... Ну, это надо уточнить. Да, не, мне кажется. Ну, типа, а прибыль-то где у них деньги? Они все в минусы идут. Да, даже те, кто... Ну, и поэтому большинство закрываются и продают бизнес. Да. Да и просто почему ты кушал доставку там или еще почему-то, ну, типа, кушал в кафешке или в ресторане, потому что ты на работе, с работы сбежал, типа, вот заказал, типа, кайф сегодня ничего не готовить, а сейчас готовь себе с кому хочешь. Ну, блин, ну, это же, это же, типа, как-то толчок, если люди как-то проебланили, вот это вообще IT, технологии, вообще интернет, ну, интернет-бизнес, то, ну, кто, блядь, мешал, кто виноват? Я просто задумался, что толчок, это сейчас ситуация в целом, которая происходит. Просто один... Очко. Дырка такая. Толчок, это типа, где можно сесть. Это очко, ебать, вот в Лангепассе на вокзале, когда заходишь, как в Ашане в туалете. Как хочешь, в принципе, да, блядь, заходишь и там, блядь, вот, знаешь, как сказать, есть вот клондайк, да, золотой клондайк, типа, в Колорадо, а есть, блядь, аммиачный клондайк, потому что на шатырём воняет, блядь. Мне очень понравилось, ты сейчас разогнался, прям, чтобы сказать, аммиачный. Да. Челюсть. Вы заходили в Ашане в толчок? Ну, это я про Тюменский, вдруг у вас в другом? Нет, в других прошло. Зайди, там нос пробивает. В Ашане, да, почему-то. Какой побивай, там, ты просто выходишь, он у тебя слазит, блядь. Да, да, да. Ты в обратно, блядь, идешь, поделал Ашане с носами на. Я вот сегодня заходил в Ашан, сал, новый нос себе купил. Джексон так и проебал. Да, да, стоп, блядь. Просто ебаная Ашан. А больше хочу писать. Ну, он какого-то ребёнка трахал. Блядь, не надо говорить про ребёнка трахал, пацаны, потому что я сейчас начну. Я сегодня такой видос, ребята. Не видос, я читал, это просто пиздабло. Отложим. Да, отложим, да. Короче, давайте в частности вот рассмотрим ресторанный бизнес. То есть после открытия. Давай подумаем сейчас, типа, вот говорят, меры поддержки, все говорят, что государство не поддерживает бизнес. Как он, ну, государство должно поддерживать бизнес? Каким образом? Каким образом государство должно поддерживать бизнес? Ну, вот просят предприниматели поддержку государству. Я думаю, тут всё должно структурировано. Если, допустим, есть какой-то бизнес, который развивает, допустим, какую-то социальную структуру. Ну, вот похуй, ресторан. Давай, как ресторанам должен помочь государство и правительство? Я думаю, только… Обеспечить продукты. Ну, не то, чтобы обеспечить продукты. Ну никто не ходит сюда. На месяц все закрыли. Не то, что обеспечить бесплатно. Ну вот у нас смотри, какие водные. Закрыли все на месяц, нахуй, нельзя особо гулять. Ну как и, блядь, показывают практика в Тюмени. Давай вот я правительство, я буду фантазировать, что делать. Да, вот что делать. Вот закрыли рестораны, чисто. Как нам помочь ресторанам? Давай всем, блядь, помогли. Единственное, за что бы я помог, это те люди, которые работали в этих ресторанах. То есть они, по сути, остались без работы. То есть, ну и... Откуда деньги? Что откуда деньги? Деньги брал. Кто? Если бы я был государствен? Да, да, да. Вот ты государствен, как какие твои... Итак, значит... Я на самом деле не сильно далек в экономике, но я не понимаю, как получается так, что... Вот я сейчас буду очень, наверное, приземленно рассуждать. Мы простили там какие-то суммы, там миллиарды одной стране, другой стране, третьей стране и так далее. То есть это же не все эти деньги с налогов. Мы же с чего-то зарабатываем, с какого-то импорта, экспорта с нашей страны и так далее. То есть с чего-то же... Нет, давай не будем брать в расчет. Типа, дохуя, до чего, до каких-то аргументов до чего доебаться к государству, блядь? Ну это просто, блядь. Вот просто глаза открой и посмотри. Ты спрашиваешь, ты задаешь вопрос, типа... Ну вот предприниматели заявляют в соцсетях, что, блядь, нам нужны, типа, поддержка малого и среднего бизнеса. Каким образом они себе это представляют? Что единочасно просто всем, типа, котлета упадет денег? Мне хомуты сбросятся. Какие? Налоги, наверное. Какие, например, налоги? Сейчас у тебя месяц, когда у тебя нет никакой прибыли. У тебя, ну в основном, типа, малый и средний бизнес, ну малый. В основном на упрощенке. То есть доходы и против, типа, расходы дохода или просто, типа, от оборота. У тебя нет оборота, соответственно, налоги ты не платишь. Какая еще тебе должна поддержать? В общем, я бы что, как помог? Я бы, допустим... Ты же государство. Да, я государство. Значит, давайте, раз такая ситуация, мы... Давайте вам... У вас кредиты есть какие-то долги? Вы в долгах, наверное, да, сейчас? Этими кредитами вы гасили, наверное, что-то, типа, текучку какую-то закрепить. Проживали в ресторане и платили по этому кредиту с выручки. Давайте мы эти кредиты пока вам даем... Пока непонятно, как дальше будет ситуация развиваться. Но на, там, три месяца. Блин, мне кажется, даже это самое маленькое вообще, что возможно. На эти три месяца мы просто ставим их на паузу, грубо говоря. Так, вот. И вы... То есть, они есть у вас, эти кредиты, но на три месяца они четко на паузе. Вы можете вообще не беспокоиться эти три месяца о кредитах. Тогда все доходя теряют. О налогах, типа, вот как на ту же, ну, грубо говоря, на здание, на что угодно. Налоги тоже ставим на паузу, просто поставить все на паузу, ну да. Ну, ты же берешь кредиты не у государства, по сути, у людей. Ну, типа, в основном это частные, скорее всего, какие-то. Вот это как так получается? Ну, я понимаю, что... Как частные? Ну, сейчас, подожди. У них частные, допустим, банк Тинькофф. Ну. Это государственная уступительность? Нет, ну, государство может ему сказать... У нас государственных банков вообще... Нет, государство может ему сказать, типа, Тинькофф, типа, поставь на паузу. Он скажет, нет, нет, он не сможет. Они введут, ну, типа, просто введут какой-то через Центробанк. Они обязаны. Короче, все, что... Но они не ввели, даже для физических лиц, не ввели кредитные каникулы. Все, что нужно сделать, это в натуре поставить... То есть, ну, пока непонятно. Да. И чтобы разобраться с этим, нужно поставить вот эти вот обременения жестко на паузу. Просто ничего не придумают, там, так, будет плавающая процентная ставка или еще что-то, просто на паузу пока что давайте. Непонятно ничего. Из-за этого, типа, можно же это признать как государство, типа сказать, что мы сами не понимаем, что происходит. Короче, давайте это, пока на паузу. Либо можно, ну, переть против системы. Ну, так, мы уже не получится, мы уже идем по системе. Ну, Россия. Белоруссия, допустим, сказала, так пизду, блядь. Хоккей, давайте играть. Типа, что нет-то? Ничего, играют. Ну, пизда-то сказал Лукашенко вообще, говорит. Ну, типа, можем карантин ебать вообще, изи, за один день. Типа, да, жрать, вы что будете? Да, домашняя резка. Вы думали, вы жрать-то будете, ебаный урод. Вы что-то придумали, ну, вот единственное, в натуре, только поставить на паузу, все, ну, жестко прям. Просто не то, что сейчас там в банках придумают, что сейчас типа каникулы, а потом вы больше будете переплачивать, сейчас такая хуйня идет. Нельзя. Поставить, я бы еще типа какие-то беспроцентные кредиты ввел бы, например, в банках какие-то. Ну, за счет типа субсидирования государства, чтобы проценты эти могут там покрывать. Потому что денег до хуя у государства. Просто типа, вот как говорят там, за границей выплачивают бабки, может быть у них как-то типа отложена система, ну, отлажена система, типа, ну, бабок давай. У нас нихуя не отлажено. Как у нас единочасно 147 миллионов, грубо говоря, ну, по 100 лимонов, да? Ты прикинь. Упадет котлета на карман. Да, да. Как, типа, каким образом это должны люди сидеть и хуячить вот так вот отправлять всем бабки? Это должны сначала люди, Центробанк должен въебать огромное количество денег в банки сами, потому что у всех банк... У нас тупо компьютеры не вырисовывают. У нас Сбер это частный банк или государственный? Сбербанк? Да. Ну, государственный. Да, ну, пусть, типа, остальные Альфа, ВТБшка, ну, ВТБшка тоже государственный. Насколько я знаю, у нас вообще на одной руке можно перечитать именно государственных банков. Какие? Остальные все частные, ну, это Сбербанк, скорее всего, это ВТБ, ВТБ, Почтобанк, ФБРР, наверное, Почтобанк, нужно... Газпромбанк, Сургутнефтегазбанк, да да хуй я, на самом деле банк. Ну, они, типа, может быть, частные, может быть, под структурой какой-то, да, при государстве. Вот. Короче, вот мы какие умные вещи. Все ставим просто на паузу, короче, потому что ничего непонятно, типа, и все, и дальше вы короткиваете. Да, потому что Серега нас хвалит. А дальше уже, только потом уже мы сможем понять, какие действия предпринять дальше, типа, вот, снизить процентные ставки по кредитам, это хорошо, чтобы вернуть, типа, вот, рыночную экономику нашу, типа, там, продажи наладить и все такое, типа, чтобы дать денег, хотя бы люди, чтобы могли взять. Не забывайте, не забывайте про ментальность людей, то есть мы, ну, вообще про российского. Вот, допустим, мы говорим о том, что снизить ставки, да, грубо говоря, но вообще, я думаю, что понятно, что это с головы все, но оттолкнувшись от одного, допустим, вот мы сейчас сидим в каком-то из помещений и, допустим, арендатор, зная ситуацию, которая происходит, там, допустим, он сказал, давайте пока аренду можно не платить. Ага, ему не будут платить аренду, ему расплачиваться с другими, нечем, нечем, нечем и так далее. То есть вот это цепочка. Ну да. Вот, а про ментальность какую? Не, ну они все на паузе стоят, то есть ему тоже не надо никуда платить. Ну то есть не повезло тому, кто, конечно, у бандитов занят. Да, ну типа вот, как бы, ну вот это одна из особенностей. Ну конница, да? Да, да, тебе пизда. Согласен? Ты не согласен? Иди-ка с ног сюда. Ну да. Еще раз скажи, как произошло все это. Если бы я был таким человеком, который, типа, дал денег, я бы вошел в положение, но, типа, я бы сказал, хорошо, давай вот три месяца, но, типа, посмотрим, как ситуация, давай на паузу, но ты мне должен еще потом заплатить за то, что я подождал. Ну да. Типа, да, это даже не процент, а просто, чтобы... За благородство. Заплатить за благородство. Что бы... Что бы... Не, ну это ты сейчас... Вот поэтому ты и не бандит. Про ментальность говорил, что мы не можем прийти, ну не мы с вами второе, а в целом, и обобщаю, какому-то одному целесообразному решению в целом. А в чем тут? Потому что, ну потому что у нас либо, блядь, кто-то виноват, либо, блядь, погода хуёвая, мне кажется. Нет такого, что люди не найдут проблему в том, что мне нужно это решить. Так это все. Я просто в последнее время, значит, стал, типа, задумываться, типа, про ментальность, да, говорят, вот ментальность, ментальность, хуй вы гоните на русских людей, типа. Я, как бы, не сильно русский. Не, вообще, я не тебе говорю, в принципе, люди, какого хуя вы гоните? Вот про наркотики. Часто задумываюсь про наркотики, про легализацию. Говорят, типа, ну у нас ментальность, типа, не та. Да какого хуя вы говорите о том, что, типа, ментальность не та у нас? У нас ментально, ну, типа, алкаши ебашут люди. А ну, это вообще другая хуйня. В чем ментальность, хуй? Все люди в мире, все люди в мире, нахуй, все, блядь, ну, в общем, все друг на друга гонят. Это, типа, ну, человек не от нации зависит, потому что ты поймешь, типа, что я в чем-то виноват. Умный человек – это не национальность. Согласись? Я, я скажу про что я говорил, я уже в каком-то из выпусков тоже уже, наверное, в самом нулевом, мы общались о том, что мы, наша страна живет в таком, там, в непонимании, потому что у нас примерно три поколения. Это люди, которые жили в Советском Союзе, люди, которые пережили 90-е, люди, которые родились 2000-е. И вот между вот этими тремя, грубо говоря, эпохами был пиздец всего разного. И разные были какие-то моральные устои, наверное, разные какие-то эти, как расставлять приоритеты и так далее. Вот если, допустим, взять, грубо говоря, Америку в расчетах… А на что это влияет? Вот у нас три поколения, типа, на что это влияет? Люди не понимают друг друга. То есть вот эти три степени, у них разные… Они, по сути, что-то делали одно и… А ты думаешь, в других странах, в мире, типа… Я про это тоже только что задумал. Тысячу лет все охуенно ровно. Я только что про это задумался. Но вот про Америку посмотри, вот Америку. То же самое. То же самое. Там, во-первых, типа, две властные группировки – демократы и либералы. Либералы, да. Да. И постоянно подходы разные. Всегда, блядь, все разное. Сначала у них, блядь, грибы нельзя было. Или, например, на траву нельзя было, опять же, там, или какие-то музыки. Все, в принципе, в целом, везде… А в России нихуя не поменялось. Нихуя не поменялось. Как, блядь, власть ебашила людей, так и ебашит. Как нихуя свободы не было, так и нет. Ничего не поменялось. Вопрос вот какой интересный. Самое свободное время – это 90-й год. Ну, типа, вот 90-е годы для СМИ, для всех, в принципе, для людей – это самое свободное время было. Меня бы… Хочешь, убивай кого хочешь, нахуй, похуй. Бабах, заплати мусору, все заебись. Вот какой вопрос меня интересует по поводу… Опять же, вернусь к ментальности о том, что, типа, мы говорим, что государство, да, типа, нас ебашит, грубо говоря. Понятно, мы живем не при самых охуевших условиях. Для… Ну, вообще, я не знаю, с чем сравнить, если честно. Но, может быть, проблема-то и в основном в нас, потому что мы чего-то привыкли ждать от кого-то. Ну, ждать, позволять. Типа, люди позволяют у нас. Ну, у нас, типа, не ментальность, просто привычка. Я просто видел во Франции, короче, там у них… Я не знаю, что там за система, как они там повысили им ставки. Что-то там на… НДС повысили. Ну, повысили на… А, на бензин еще было. Что-то, короче, повысили. Да, да, было дело. Да, нахуй, все, блядь, у них профсоюзы, да, типа, сильные какие-то. Ну, у них в целом просто, блядь, демократия. Ну, тебе можно протестовать, права человека. Там, ну, это безденц. Который, как Росгвардия, они же видел, это снимает шлема. Снимает шлема, снимает эти, типа, все, типа. Да, так охуенно же. Мы с вами, мы тоже народ, если что. А людям-то не надо, вот даже, допустим, взять вот эту, вспомним, уже про которую, блядь, все забыли, что в Москве творилось летом. Да, я это забыли помню. Блядь, один выйди и кто-нибудь из вышестоящих чунов к людям попиздеть. Да. Им-то, нахуй, ничего не надо. Почему они все кричат, они хотят быть, блядь, услышанными, блядь, или увиденными хотя бы. Им не нужен беспорядок, блядь. Для них это, типа, быдло. Для них это, ну, типа, народ, нахуя, типа, не зайти, какого хуя. Где-то недавно говорил кому-то из вас, про рабов, что-то смотрел, блядь. А, рабы и работодатели. Не-не-не, про рабы, ты, это еблан, типа, видел, губернатор, это, в Ленинградской области сказал, рабы и работодатели. Раб, типа, не хочет свободы. Раб хочет, но себе раба. Вот такая хуйня у нас в России. И все. У нас мы просто привыкли жить вот так вот, как дичи. Да хуй знает. Ну, не, я как будто в общем, я говорю, в целом у нас страна такая, когда, блядь, все, все надо, блядь, принимать, блядь, принимать решение не умею. Терпеть, терпеть, терпеть. Терпеть, да, вот это нахуй, нахуй, вот это российское. Терпеть. Короче, господа, я придумал новый бизнес делать. Так, так. Будем делать новый бизнес. Бизнес должен. Бизнес должен. Ты что, бизнес должен делать? Короче, вот с такими же звуками он примерно, не знаю почему, и почему до него никто не додумался. Смотри, ты покупаешь квадрокоптер у меня, я тебе его продаю, ты его пользуешься, такой летаешь, все нормально. Но я его запрограммировал. Чтобы оно летело к тебе, да? Чтобы он прилетел ко мне. А еще он запрограммировал, что он... Ну, чтобы, допустим, пять раз, и чтобы не было совпадений, типа, через каждый десятый их, да, этот... Потом через каждый восьмой квадрокоптер, короче, запутать специально. И этот, и, допустим, с шестого пуска твоего квадрокоптера на седьмой он летит к нам в нашу штаб-квартиру. И ты, блядь, стоишь с джойстиком, да ёп. А вы знаете? И все, ёп. Надо имя поменять тогда, Андрей, чтобы тебя дрон назвали. А вы знаете этот прикол, что эти дроны запрограммированы так, что если, типа, он собьется с кеолокацией, он летит в сторону, где его создали. Скидай, но он не долетит. Но самое такое, что он милый, такой момент, такой, блядь, я потерялся, запутался. Пора, пора домой. И там, и там китайская девчонка, девчонка, которая его собирала, машет. Палочка на палочке в узелок такой, да. Сейчас, там камера, блядь. Сейчас не под эту песню, сейчас под другую. Пи-пи-пи-пи-пи. Да. Пирин, ты-пирин, ты-пирин, ты-пирин. Что за песня есть? Папа, которая... Ну, какой-нибудь. Пирин, ты-пирин. Пирин, ты-пирин. Короче, всё. Давайте будем фантазировать о том, что мы с вами три русских олигарха. Так. У которых есть, что сказать? Есть всё. Есть, что похавать. Да, вот допустим, вот если бы у тебя было всё. Если бы у тебя была власть, деньги, там, профитроли. Да. Ого, да ж профитроли. Я бы профитролями не делился, а деньгами бы делился. Полный банк бензин. Вот что бы ты... Вот это ебать изогнал. Основная бы твоя деятельность. Понятно, что у тебя есть постоянный доход. Строго благотворительность. Строго благотворительность. Я понял вот недавно, что я, пиздец, как заряжаюсь, как вампир от улыбки людей. Если я доставляю тебе парадокс... Благотворительность, благотворительность это детские дома... Нихуя не точечно. Всё очень точечно. Нахуй дома это люди, которые там есть, которые могут укусить, сразу нахуй посланы. Я бы, во-первых, если бы, ну, если бы, типа, стал президентом, я бы, во-первых, въебал бы за коррупцию, нахуй, пожизненный срок. С конфискацией всего имущества у всех родственников. Ну, типа, проверить нетрудовые доходы. Не дохуй я делаю. Тё, 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 тё. Вообще не дохуй я делаю. Попей на сестра. Подарки не пизди, иди нахуй сразу же. А ты знаешь, разрешенная сумма подарка до трёх тысяч. Ну, три тысячи, ну, не может, бля, у человека котлы быть за пять лимонов, говорит, это подарок. Да ты, ёпту, мать, почитай за контакт. Подарок до трёх тысяч, это букет и конфеты. Ну и всё, заебись. но еще на самом деле вот то есть вот этому цену я определю только это же ношина ну на это же ношина но типа это не новое это я могу блять да не все я бу я жесткий бы президент был я посадил бы нахуй пока ты придумал отмазку хорошо я буду пульс на себя бы вот же самый жесткий бы этих воров коррупционер я бы расстреляв прямом эфире по телевизору по всем канал даже бабе бигон чтобы не повадно они келодиума их и расстреливают их надо на хромаке расстреливать на фоне там этот дом спонжбоба бикини ботом короче благотворительность короче я шучу я никого я рассматриваю благотворительность токов в одном формате короче не это что благотворительность наверное если бы понятно очень нелегко говорить человеку которого нет денег и говорит что если у меня были деньги бы я бы их точно вкладывал в детский юношеский спорт как галицкий блять охуенный пример вообще галит уже люди же им управлять ему будут управлять люди в плане нету ты же контролируешь это все я бы нет такого что вел бы блять во всех государственных учреждениях возрастной ценз ну типа пенсия сразу на блять все чиновники у нас публика дохуя пенсионного возраста какого хуя вы жили в абсолютно другой стране в двух как типа ельцами на этом и есть опыт у них типа так и живете по старым все день я тоже не согласен что прям прям строго типа блять только молодые романья по я я бы выбирал по специалистам там же все равно понятно есть специалист который блять и до 80 до 90 будет лет специалиста есть который там блять и в 40 уже спекся есть которые в 25 тупой братан ну короче типа управлять я не знаю меня получается людьми управлять как так сделать так чтобы людям типа было легко ну житься да например дать им денег таланта не надо это блять не на скрипке и башни в 2-3 года ну типа это не призвание можно научить адекватного любого молодого человека блять и все в какой-то ну типа смысл молодые люди управляют государством им здесь жить их детям здесь жить они собственно будут ухаживать за взрослыми людьми все а взрослые люди со своими стереотипами жесткими прям накручена рамками они пытаются нас свободную страну пытается опять в рамки поставить но мне не нравится мне но не нравится формулировку управлять людям не нравится нелеста управлять с людьми может быть так бы интереснее очень управлять страной не сюда в�ме с людьми то есть это же про да да нет или ты и понял дипп управлять именно страной типа так надо быть лидером типа в как dansa выuzzy с кентрой разговаривали будет вот по поводу бухать и по почему движухи движуху запрещено бухла разрешено у гуку тупо типа тупеут люди когда пьют и ими типа легко управлять нахуя людьми управлять зачем на еще будут ну бля нахуя ими управлять да и не управлять ты же говорил про подавление гена воли но это такая интересно типа не больше теориями кажется такая научно доказано что алкоголь влияет на ходе ты тупеешь ты не перестаешь уметь тебе не дарь тебе если тебе тут если те испившиеся население тебе нахуя им управлять им нахуй ничего не нужно вчера мы слушали типа который но они не выйдут у тебя у тебя трезвое пьяное население у тебя не выйдут и не скажешь какого хуя эти про чего и говорю мы посмотри на алкаши вы же вчера чтобы смотрели эту тему короче как этого типа зовут который говорит что алкоголик если место статья не страдает от алкоголизма он кайф страдая только люди вокруг а он кайфует бухать вот короче вернувшись к моим миллиардом я бы вкладывался точно в детской юношеский спорт или его еще что то потому что как раз возвращаясь к тому что молодые должны типа управлять если мы на этом уровне уже заложим какую-то адекватную допустим как это я думаю как это работает на смотри грубо говоря взять футбол но если галецкий галецкий вкладывает деньги футбол развивает в своем регионе детской и юношеский спорт ребенок развиваются футболе развивается ну то есть он в охуенной форме он играет с охуевшими командами он уже обменивается опытом он не только физически развивается по сути даже английский английский в целом уже развивается и поэтому человек который играл какая там сборная краснодара краснодара детская играла с то ли с барселоны с детской конкретно и как ты ты тебе 14 ты выиграл детскую барселону и чё ты вырастешь долбоебом что но это да у нас в россии да ты блять нет и типа такой в 14 раз раз уж и в 14 лет ебашишь у тебя академия у тебя команда и я не тебя в 15 лет уже половины команды можешь не быть в 16 все в основную команду тебя 23 человек в краснодаре отлажено нормально сутбол я тебе в целом говорю про развитие я бы вкладывался в альтернативные источники энергии во первых сто процентов ветер солнце вся хуйня что где дети которые вот научиться не играть футбол где они нахуй будут играть где их дети будут играть футбол негде будет нахуй пизда у нас будет в мире да да альтернативные источники энергии блять нау но да в науку науку да нормально науку без футбика нет просто наука и понятие такое растяжение на тему тут понятный пример типа тут блять науку науку ну типа изучать альтернативные источники энергии изучает материи там изучать там полимеры изучать из к химия изучать в крайних северных широтах и виза нет нахуй так сделать чтобы росли ананасы и бля у людей не было блять соблазнов ебать лосяна почему интереснее поехать там на запад учиться там когда ты доктор там или еще кто-то потому что у них блять в универе блять лаборатория огромная все там есть реагенты там есть все что не в этом тоже которые они работают ну это 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 важно типа есть штука в которой они режут кишки да там правильно и сшивают их под правильным этим а у нас это есть только там грубо говоря в одной этой платной у меня там тетенька работает можно записаться попробовать да вот типа вот так и почему грубо говоря в голландии почему есть там школа университеты которые изучают креативные технологии креативные технологии у нас скажут это что блять это знание вот это уже другой вопрос это уже другой вопрос тут в университетах в чем проблема нет проблемы то что нет реагентов там нет каких-то там приборов есть у нас все приборы реагент в целом можно научиться но подход к образованию я когда ноут со студентами со своими работал я объяснял вам что вот сейчас образование то есть вы получаете высшее образование это не значит что вы получаете специальность менеджера и типа вы будете пиздец охуевшим менеджером нет вы просто становитесь образованным человеком то есть вот допустим ты пришел в университет начал заниматься творчеством ты вот здесь развил скилл ты ходишь на пары ты как менеджер там еле-еле скиллсу разбил потому что ну система ебаная пришел поставили балл не пришел не поставили да бля братан и вот и 3 3 3 ты учишь где-то работаешь допустим подрабатываешь официантом у тебя третий скилл и вот если бы все это учитывалось в одном университете не нужно было тебе искать инстанции если бы все в одном ты помещение получал ты бы становился охуительным специалистом да нахуй эти университеты 90 процентов выпускников вот взять у меня больше я всех нахуй образований и умнее у меня два курса образования у меня батя три класса наху образование видно видно блять тупые люди нахуй они просто проебают бабки ничего не происходит ни хуя не происходит вот что-то из университета вы вынесли я вот и только то что развил в университете если вы не университет наверное я бы не встретился с вами и я бы не развился бы в плане не благодаря университета не только благодаря кого это смотря как а университет какого хуя вообще типа творчество должно быть почему это это только долго должно это не прямая тема не прям когда ты учишься на государственном муниципальном управлении а блять выпускаешься человеком который может написать 102 сну и шутки вопросы же встает конечно встает пизде стоит как можно учить на государственное муниципальное управление человек как можно научить человека управлять невозможно а там ты не получит как объяснить что что и сейчас из себя получает высшее образование это информ короче почти почти дают информацию информацию для того все понятно нахуй понятно но все есть информация которую ты получаешь а преподаватель просто почему она которая сейчас дается можно его за полтора года наверное полтора года а зачем почему почему дают там длить дольше потому что ты больше денег будешь планирую с награрили там почему чу почему зачем у тебя платить больше денег если у тебя есть корочка но ты долбоёб человеку меньше платят что он практик но у него нет корочки это почему я тоже об этом задумывался короче нет вообще ни одного аргумента это как я не знаю как игра что ли какая-то то есть чтобы пройти на следующий уровень тебе нужно щит но это играла это придуманы условия придумано условия вообще не нужно так как рейтинг типа у игрока типа взяли мы игроков типа да 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 ману и у них усилия есть высшее образование почти любую вообще любую почти профессию в мире можно освоить но за год за полтора на практике да в основном но если не брать какие-то там и по опять же науку медицину там еще какие-то вещи от которых ну типа жизненно важным ну допустим ты что санитаром не сможешь за год отучить это работать с хуеном санитаром не станет санитаром да ну типа врач на дом еще потом еще полтора года ну да 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 ну 6 лет просто пиздрючить вот так вот и ты потом выходишь идти еще 6 лет пиздрючить в интернатуре и ты бы тебе уже 40 тысяч лет находит и такой о первый год поработаю работе хорошо давай короче ты тоже миллионер на чтобы ты тратил бы деньги но типа давай по договоримся какие мы типа мы просто бизнесмены или типа мне это просто у тебя чиновники нет для чиновников дойдем очень много очень богатый я бы вкладывался там где я жил вот исключительно там где то есть вкладывался бы в свой регион допустим наверно да я бы там я бы занимался тем что мне нравится ну типа не как как и раз по двуми помогал все есть у тебя все есть как у я бы денег помогал бы кому-нибудь или нет этот ну типа честно я бы занимался то что мне нравится грубо говоря вот захотелось бы снять фильм комедию какой-то вот и я бы всем труды оплатил но грубо говоря сейчас уже никто не оплатить типа труды на съемку фильма камень ну типа кто-то блять знакомый из фонда кино блять его дядя вот там знает еще дяденьку блять занимались бы грубо говоря тут снимали бы какой-то фильм если бы мне прикинь можно было бы написать доебаться там где-нибудь или я бы устроил устраивал какие встречи может быть и типа этот люди бы приходили и рассказывали блять у меня короче идея есть типа туда-сюда это я бы хотел ему помочь я бы вот и кажется я бы не успел бы с ним с ними с многими попиздеть но у меня же много денег я знаю еще 10 человек нормальных сведущих в этом вопросе типа тип пришел и затирает короче блять у нас школа танцев пиздец мы типа вот снимаем на youtube там надо вот сделать такие штуки там надо вот бабки столько-то типа может быть верну хуй узнать ну типа блять расчетами но всем понятно что пусть пусть ты вернешь но скорее всего и вот еще есть следующие мои ближайшие люди там друзья которые знают блять работает эта тема или нет все я его подтягиваю ему оплачиваю его время он сидит обсуждает с этим типом типа работает это нет ну говорит какие советы или еще что-то все там что-то они решают помогает ему или нет приходит тип говорит блять мне как аккаунт на ю тубе короче я снимаю блять ебать там какие-то такие приколы короче вот вроде становится популярной какой-то был миллионер да 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 и чисто кроме меня я бы сидел типа вот и мы будем думали там дальше какой-то прикол что-то придумывали сидели что-то и это вот кто-то пришел на и сказал типа если нет времени вот ближайшему типу моему кенту подойдите блять обсудить там вот он бы потом сказал тебе ровчик да вот эта хуйня работает давай на вот бабки идите исполнять и прикольно все держали бы все на контроле все и дохуя 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 прикинь проектов и так дохуя 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 людей типа все двигалась двигаться двигаться этот проект получился значит а ну иди сюда еще пообщаемся чё получился почему проект а так так все он уже стал моим ближним каким-то из этих но я я ему отдаю эти проекты типа обсудить кто-то новый станциями пришел блять это вот к нему и он отправляется деятельный хаус все бум 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 да такой пиздец это как будто у блогера какого-то американского не знаю как называется он короче каждый день снимал что-то всякие делал приколы влоги короче всякое всякое и в конце ну для много денег нормально все пиздато я не знаю почему не понимаю почему наверное да россия что ли вот ну страшно или хуй пойми короче не знаю из-за чего почему так нету вот он чё сделал он сделал огромное пространство огромное пространство где сидят все его кенты грубо говоря кто-то снимает летсплей там на одну игру второе там занимается такой хуйней и все у них есть аппаратура у них есть ну все камеры свет чем хочешь типа фаны и че угодно вообще любые типа не вопрос типа и все и у него получается много много каналов грубо говоря все пусть они на договоре не с чем-то еще но у него не у них бы ничего не получилось за него без его это инициативы создать вот его пространство типа и все а почему так в россии не делать поддерживать надо людей типа талантлив в принципе вы стопудово где-нибудь в какой-нибудь деревне под сызранью на сидит мужик которому лет 50 и который мог раскидать бы все мировые проблемы я тебе клянусь не который подбухала грида всех американцев пострелять тип который просто пойму ну сидит толковый точит на причем каждый как у каждого человека есть такой сидит на хуй на станке точит какую скалку для жены или чем блять не нас ругает и сидит и понимает как надо сделать охуенная фраза лёха чувилев постоянно и пользуются типа талант талантом надо помогать бездарности пробьются да 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 это стопудово а знаете почему таланту надо помогать почему типа его талант это его вот сильная сторона вот это вот одна типа грубо говоря и но она типа вот его тянет вверх остальные ну не очень работают не очень развиты не очень на то есть вот он жертва вот этого таланта грубо говоря получается у него есть талант но остальное просела грубо финансы и там семья еще что-то коммуникации коммуникации там как-то называется трассу ну все что очередь на этот когда записываешь все вот это четко вот план то есть по все вот это просела и вот в этом плане да надо вот ему помочь чтобы этот талант остался иначе это все тоже вы знаете хоть одного талантливого человека который стал пиздец популярным из-за своего таланта без чьих-то инвестиций да ясно конечно да ну блин это грубо говоря бибер чё ну типа ему помогли но изначально он разъебал видос да он бы и так развива перри перри которые на его потом ашер продюсер подобрали но сейчас много без продюсеров то небо голубое токаре с тобой и вот девчонка я генш вообще весь осетинский инвестиции не только наверное деньги наверное все таки после чего думаешь не ставить на экономии энергии вообще блин надо это про про таланты наху талантом надо говорить что они талантливые вот чё наху нас в кузка когда начинать это делать как с какого места давай начито блять может быть дома дома до наху дома для родителей вчера классный фильм воспитание ебучая наху люди блять надо 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 да нихуя не надо у тебя больше и этот вокал блять не прокормит блять наху тебе этот блять танцы и танцы блять детей не воспитают у нас как бы это блять у нас и мало в принципе вот даже в маленьком городе у нас покачах музыкалка рисование блять или спорт ну пиздец а хули куда еще до творчества дохуя все вот этот фреска прикольно грел типа мы идешь по городу дохуя спортивных площадок нет какого-то места где можно порисовать посидеть типа ну нету пространства для творчества нету фантазии у людей которые тебе и пошут надо побеждать надо побеждать и когда тебе скажут наху война и этой команды hop у тебя команды дух есть еще команды команды все и вы пошли убивать на других неверных людей это же хуёво неверных для для творчества творчество для человека самый главный до 100 процентов но вообще в целом у меня как у меня сложилось вот это творческая мне вообще не родители не особо как-то вот в этом направили меня на творчество как-то вопреки и у вопреки вообще только вопреки вообще в живу вопреки в начальной школе короче как-то там ходил на какие-то там кружки потому что продленка но типа выбирать куда ходить а потом когда уже средняя школа была на другом районе мы переехали и я начал ходить на репетиции и мне не доверяли мне говорили ты блять в подъезде там чем шабишь бля делаешь а я натуре там до восьми вечера там до девяти их это как восьмом классе поздновато там короче мне тоже там прислали типа прикольно было урок пропустить какой-нибудь пойти на репетицию в школе и пропустить друг дело-то нет это понятно есть еще вечерние репетиции мне не доверяли мне говорили блять ты шляешься где-то там пиздец но из-за урок тебя тоже бы поругались ты проебал папа по подъезда там и так далее на школе как было типа мы ходили кто на репетицию шел типа можно было там урок нити подуспокоились наверное когда вот увидели на я на что я этим занимаюсь а так бля ну а по факту прикинь вот например приходишь гриш я сегодня не пошел на урок биологии или там истории пошел на репетицию и тебя родители же поругаются для 99 процентов а какого хуя почему почему я помогу не по не могу проебать урок истории они же не думают о то чтобы вот прогулял и нет нет типа ебать ночь и ты чё за один урок пропустишь столько сколько они типа потом блять за ближайшие три года не не наверстаешь чё за прикол вы к валять вы чё думаете вообще башкой нахуй про своих детей думаете бля бля сука пусть прогуливают нахуй пусть занимаются с нормальной хуйнёй бля тупые ну реально я просто сейчас подумал какого хуя бля меня будут ругать за то что я пошел на репетицию мне не по кайфу бля вот сейчас нахуй сидеть и слушать эту старую пизду которая мне говорит про древних римлян какого хуя бля я в девятом классе я в пятом классе давным-давно про эту тему слушал бля пиздец опять вот сейчас в голове у серёжи короче стоит школа вот так на педсовете нахуй там родители сидят краснеют нахуй и серёга их ругают нет правильно мне без себя вот так ругал этих учителей бы мамка бы краснела чуть на внутри хорошо смотри дальше допустим получается нет мне помогла короче моя творческая руководительница кто она педагог-организатор получается вот в это в это все развить то есть я родители мне не направляли на эту тему они просто в какой-то момент смирились они даже не сказали ну типа там молодец это попозже наверно как произошло уже а так они просто смирились что я чем-то занимаюсь а вот педагог-организатор лен бюрдена вот она короче вообще так как ну дала мне такого-то толчка прикольного такого что типа занимайся нам не рассказал у тебя вот это получается ты молодец типа давай давай вот вообще вот потому что тебе дома не хвалили у них тут похвалили тебе понравился на ты начал в этом развиваться блять у нас проблема что если бы я начал убивать людей меня в этом бы похвалили я помню братан но это же типа тоже работа в чем я помню четко свой толчок в отыгрышах короче это светлана петровна у меня педагог организатор короче чё-то выступать надо было так типа сегодня приходит 5 класс и приступаем перед ними завтра 6 перед ними за поставь 7 один и тот же хуйню одну и ту же хуйню и все я короче был типа такой пацан который там съел какие-то плохие подарки и стал плохим таким пацаном все как же есть и не надо было сделать а вся я такой плохой типа тогда драться на типа все на сцене и я понимаю что были я вообще не понимаю что делать но типа блять выхожу такой на сцену и по ним я понимаю что я в пол ноги типа но не понимаю что не так типа и все хочу не понимаю что не так и вот светлана петровна у нее навык есть пятые классы я наступаю хуйками ухожу такому я понимаю что это кому-то тебе сколько мы ну грубо говоря там класс 6 тоже 7 и тоже сижу такое понимаешь что и бля сейчас я понимаю интересно так такой маленький на такие как бы это переживание такие взрослые и все я сижу помню за кулисами и думаю да пиздец типа я не знаю как ничего сделать типа не понимаю как вообще быть ну типа я могу только так мне кажется ну типа но я понимаю что это неправильно я делаю это на сцене типа не не играет это не работает нихуя и ну я вижу людей еще в зале и понимаешь что они не хавают это но не не было тогда понимания сценариях я прочего прочего типа ну просто на таком это виза да типа оказалось что проблем только во мне типа в этой штуке и оказалось что ну действительно только вам грубо говоря всем до пизды было на сценарий главное короче как ты это продаешь и все и это сетан трон ко мне подходит русскую за кулисами хватает ты че делаешь нормально можешь ярче все сделаю все покажи себя вот так вот раскроем следующий сейчас седьмые там или 8 класса придут такого не было понял меня все ел так все выскончил все нормально сам кайфанул и все и как-то раскрылась вот эта хуйня просто наругали меня раз что нельзя не отыгрывать но она вот опять же она по своим субъективной хуйни же но я чувствую ну вот смотри допустим дома тебе не говорят а ты а ты талантливый да это допустим ты ну в чем какой-нибудь придумал талант и и моря пиздец талант пиздец талантливый да ты короче где-то дома об этом не говорят вообще доме говорили что желание школе об этом в школе об этом не говорят в школе говорили серёжа ты хороший математик тебе надо связаться с наукой и короче чё дальше и ты такой талантливый дальше в университет там или куда на работу идешь ты сам не понимаешь что ты талант его талант это должен понять что типа все что те навязывают это все хуета собачьи все стереотипы как ты должен жить и ты должен просто вот так вот чуть чуть пошире взглянуть бля чем и чем могу заниматься что мне нравится типа талант это типа одно не все люди таланты просто типа делайте то что вам по кайфу пробовать да ну надо пробовать да пробовать все пробовать пробовать и отслеживать что работала чего не работала вот на граждане как как у нас с детства на спорта дают и все если через два-три года ты бросил сказать вот это да я заебался на вашей спортивной гимнастике на этих кольцах висеть на ну я бы заебался да я на плану нет я меня на плавать нравилось и плавать стали и футбик люблю я пробовал я на волейбол ходил в детстве она театралку пришло только в десятом классе в старший класс и уже был типа сформирована ну да приставку не были не а я короче занимался именно потом в кадетском классе а вот это было прикольно вообще вот это вот я считаю что все типа подростки каждый мужчина должен пройти войну не не войну но блин это круто короче во первых девочки форуме подростки ты сам подросток я же смотрю на девочек подростков и мне блять а сюда на своих лохами как он этот хламидиоз не хламидиоз ахтон блять хламиди сегодня 2 хром как адренохром адренохром я вам расскажу короче и и в целом коммуникация прикольная то есть мы проходили и горную подготовку там типов как в горах там типа и в лесу мы бегали там и знали как костер развить там развить разжечь и так далее ну то есть и какие-то военные основы я считаю что это очень нахуя вот без формы без без кадетской формы можно да да нет если гулять а в оружие вся эта тема строго нет вообще строго нет в школе было прикольно вообще это прикольно базаром но это не нужно у нас прикольная была система у нас делая играли бит человека прикольно я тебе так скажу в ебать ему чтобы он упал это вообще нихуя эйфория блять героином колодца наверно тоже прикольно скорее всего все прикольно но это аморально ну типа это вообще не блять сука оружие не кажется я сижу и у меня здесь как у армян типа у нас в россии запрещена идеология конституции но блять к детства вот эта вся хуйня патриотизм это ебучая идеология что мы блять за одного человека визе один человек висит для картинки у нас прикольно было у нас не было никакой там успенский игры эти военно-патриотические были зорница орленок назовалась у нас вот это пиздата у нас было ну ничего там ни к чему не принуждали типа кто хотел типа тот и участвовал и хотела не так много человек оказалось как как из всех да грубо говоря там вот нас там 7 8 человечков вот мы себе прикалываемся приходим в школу разбираем автомат кто быстрее больше вы пришло людей если бы это было не в школе согласись больше типа в внеучебное время типа это и так школа заебала еще внеучебное время приходить туда типа у ребенка сразу вот я понимаю просто почему не пришли нахуй школу спорткомплекс да кружок да то же самое вы проводили школу нахуй я бы не пошел короче я учился в школе и нам сказали нас отправили от класса на пожарную эстафету что это блять вообще такое пожарная блять эстафета короче и нам пожарная эстафета проходит на нашем же блять этапе то есть до этого это просто была спортивная площадка сейчас на ней ебать появилась пожарная эстафета за два часа до нее мы решили пройтись по этапу поэтому что там вообще будет происходить и прошел дождь и типа ну таки ну пройдемся по этапу чтобы там блять соединовательный момент что там блять чтобы 9 в 9 а выиграл вот это вот хуйня ну конкуренция и этот и я короче решил проверить эту хуйню там какие знаете трубы торчат через которые нужно перепрыгивать я предпоследнюю спотыкаюсь полете я ее так лечу я последнюю подбородком и короче я упал и ну после меня естественно эстафета закрыта нахуй человек даже на этап не вышел все разъебался не говоря уже соревновательном моменте у меня блять реально такой был звук как будто блять у меня отвалилась челюсть короче и и знаешь вот этот хуйня когда ты лежишь а пацаны пока бегут короче к чему это непонятно непонятно история бля я сейчас понял что в первый раз я играл в эту это военно-патриотическую группу до что я хотел поиграть в пейнтбол в конце типа слишком слишком как ты как богатый говоришь в слову пейнтбол 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 я ну типа если бы я пускала в пейнтбол вообще типа вчера нам на бедни мы ездили с моими товарищами на медне ездили с моими товарищами в пейнтбол играть знаете и зря хорошо получилось игнорирование буквы я типа и превозношение это типа ты нихуя ты короче я хотел поиграть в пейнтбол в пейнтбол со своими фрэнтбол со своими короче все все три километра пробежали там автомат все там сделали игровой все вот это происходит я думаю сейчас сейчас мы поиграем в пейнтбол и не поиграли в этом году типа сказали так это после девятого класса только а еще я подумал я бы сделал школу в которой бы детям платили деньги детям платили дела за оценки там туда-сюда ну типа прям деньги сразу приучения конечно конечно у тебя есть бабки и ты зарабатываешь знания не работы знаниями хорошими вещами там вот за это ты зарабатываешь день то есть короче даже не допустим не бабки а вознаграждение какой-то ну да вот такая да ты получил просто ты получаешь и ты просто получаешь какие-то оценки блять да и кумур который потом конвертируется блять в красную к папку охуенно охуенное старание а так вот типа и бить я сейчас вот блять буду от если ты отличник ты брать макдональдс и вот с макдональдс хапчик привозят если ты блять троечник тут столовки котлет уже вчерашний макдональдс вчерашний вчерашний макдональдс но типа такие да да интересно playstation playstation на как прикинь отличникам дарят place то ебать там отличников было бы хуй пойми а когда блять вот нас типа родители детям скажу что ну поговорят узнаю узнают они постоянно на работе дети в садике например высоте тоже смотрел типа до пяти лет психологи вообще не рекомендуют детей в садика давать на хате может потому что типа вот это проще прости что перебил а социализация их вот это который говорят в садиках начинается с пяти лет да вообще чё за хуйня социализация а ебать у тебя мать на полмази для чего животные что они же разговаривают скорее всего они умнее чем вот эти чиппиздрики которые суд на 5 лет еще который блять кашу бля мимо рта с кем ты социализируется собрается некоторых отриблять его в старт дом привел называть я отвечаю я буду школа бы я бы в школу были дочери отдавал нахуй надо старческий дом дом престарел в школу бы не отдавал для короче есть в москве какая-то охренительная типа первая школа так и называется позырте в ютубе охуительная ночи для очень богатых конечно блять родителей каждый день пейнтбол играют пейнтбол каждую среду я всю школьную программу могу ребенку преподать мои в миллион раз интереснее он ему будет интересно это дальше узнавать есть сюжет в этом умую 43 прошло домашнее обучение не я считаю что школа сто процентов должна быть потому но не такая как сейчас не не такая да нахуй нам нужно типа если говорить о глобально об образовании туда возможно а я имею то что сейчас происходит вот школу это конкретно социализация ну ты можешь и доходишь в школе друга Димас ты вот ребенку иди погуляй и дети такие я с ним общаться не буду блять он не ходит в школу что ли вот так он на улице может социализироваться на секциях везде на творческих кружках понимаешь блять ты выходишь и вот у тебя социализация везде у тебя ты не общаешься с этими блять с как зовут школе одноклассниками как дергать косичку или как отпиздить того пидора или нахуй меня пиздят и типы ты ходишь и общаешься со взрослыми с людьми не про школа про все в мире на тут у тебя просто прямая модель кому никак коммуницировать с людьми вообще в цену тебя есть допустим одноклассники в случае чего допустим чтобы тебе что-то нужно было или что-то им нужно было ты здесь напрямую к людям обращаешься учишься здесь с людьми контактировать и так далее по ней я понимаю что типа мы с тобой из крайности в крайность скачем я говорю что школа это тоже лучше это хуевая школа общения у тебя во первых сразу же ты приходишь у тебя есть учитель который беспрекословно прав всегда не вот это если это частности раз мои если у вас это всегда так ну где блять сколько процентов пиздатых учителей в россии 33 до хуя в россии до 3 ну да ну для сбрать школе там 100 учителей внутри но мы не это мы сейчас не говорим о тех кто получил учитель до года это у меня ну 10 процентов типа прикольных учителей с которыми детям интересно реально интересно не просто типа да даже не интересно полезно как в школе учат покорных людей системы системных понимаешь вот яха холодно я тоже мне очень похуй было я тоже трое хотел пизд нет я бля без троих закончил я нормально учился ящик у его чувствую я в нет я просто все халл я не понимал как можно блять тройку получить я хуевал думал блять по математике я просто не учился на все я могу общался хорошо я бы блять мне не хватало двадцать минут в школе чтобы сделать уроки и пойти мне не хватало мне эту поем не очень много я всю халл поэтому блять а тебя в школе трючат тебя блять гнобят ты говорят какой ты хуёвый как ты долг ты должен 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 да пошла ты нахуй валентина антоновна блять и хуя тебе не должен блять я только в одиннадцатом классе понял почему она не классуха хотела чтобы я типа получил медаль я в десятом классе еще шел на серебряную медаль а в одессе можно хуйся было разочарование у меня это полный пиздец они получают бабки за медалист вот и все квота бабки хорошо бы было чтобы у нас пять медалистов у нас было в классе три или четыре медалисты у нас типа гимназийский класс был задроты и нахуй за лесу если за медаль не дают playstation ничего ну типа медаль ёб твою мать нахуй ты чтобы получить бабки ребенка дрючишь и говоришь давай до побрасками медаль сделать медаль в университете да университете вот так достали огромный хуй блять и на лоб валентина тонна положили у вас не за них у яси сходите ли вы нахуй его туда вот она даже не золотая в списке 233 на бюджет и латунь блять просто покрашенная баллончик короче школа все это хуйня символик все типа про таланты не яс я очень думал о том что короче я прям задумался о том что я бы устроился в школу на две ставки первая ставка это педагог-организатор а вторая это выпускной класс 10 11 классный руководить я бы забрал нас с удовольствием просто я тогда рассуждали о том что блин если если я могу сделать как-то прикольных типа людей но в плане не не зачать блять типа вот допустим есть 30 человек с которыми я два года буду контактировать и вложить в них типа какой-то хватит недели недели с классом каждый день приходите к сожалению нас лекции по пиздец по части класс неделю каждый день я приду по часу и не 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 очень быстро обновляется бы забывается надо перед университетом блять будешь скажешь да атаку блять очень быстро нет я же буду говорить надо ходить вот так блять ты просто начнешь говоришь блять давайте просто как вы живете по задаем вопрос это вот так вот блять ну вот как и блять мы подумали про эту хуйню про мышей летучих мышей крыс и и голубей идея пришла эту опна все и ты по-другому жить не будет стопудово все на сегодня все закладчики домой все ребят спасибо вам большое сегодня такой душный дужно как изначально блять задумано было душно ватт загуглите сука слова адренохром вы охуеете я вам мамы дезинга 3 на хрона просто полный пиздец берегите себя своих близких и детей детей от католиков пока